Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Агрофорум 2017 в Уфе открылись агропромышленные форумы и международная выставка Агрокомплекс. Банк «Спурт» из Татарстана, филиал которого находится и в Уфе, ограничил выдачу наличных денег физическим лицам. Если вчера клиенты могли получить не более 50 тысяч рублей, то уже сегодня сумму снизили вдвое. В самом банке заявляют, что ограничения на снятие наличных по вкладам продлятся не более недели. Возможно, ситуация улучшится раньше, заявила председатель правления кредитной организации Евгения Даутова порталу «Инказань». По ее словам, ограничение введено из-за того, что вкладчики стали массово забирать свои деньги после появившихся слухов о возможном отзыве лицензии у кредитной организации. За сутки сумма выдачи превышала полмиллиарда рублей. Панические настроения вкладчиков эксперты объясняют отзывом лицензии в начале марта у второго по величине Банка Республики Татфондбанка. Спуртбанк занимает 150-е место в России по величине активов и, по официальным данным, довольно уверенно пережил банковскую лихорадку начала года. Собственные средства кредитной организации уменьшились почти на 8% за год до 2,8 млрд рублей. При этом достаточность капитала банка находится на допустимом уровне. На 1 февраля значение 11,5% при допустимых 8. Крупнейшая в Поволжье международная выставка «Агрокомплекс-2017», которая открылась сегодня в Уфе, собрала на своей площадке компании из 30 регионов России и ряда зарубежных стран. Масштабный сельскохозяйственный форум проходит в столице республики уже в 27-й раз. За 4 дня работы выставки пройдут научно-практические конференции, посвященные развитию агропромышленного комплекса. Порядка 30 круглых столов и семинаров с участием ведущих российских экспертов, руководителей крупнейших предприятий АПК. Участники форума ознакомятся с современными образцами техники и оборудования. Отмечу, что 60% сельхозпродукции региона производят личные подсобные хозяйства. Их развитие названо одним из приоритетных. У нас целый ряд очень серьезных мероприятий, связанных не только с самим сельским хозяйством, но и с подготовкой кадров, с вопросами развития кооперации. Без чего невозможно дальше, мы считаем, двигаться, особенно для республики Башкортостан. У нас сегодня так сложилось, что структура хозяйствования в АПК у нас в основном малый и средний бизнес. А и без совместной работы, наверное, мы не сможем двигаться вперед. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Так, американская валюта незначительно подешевела на 8 копеек и оценивается в 59 рублей 13 копеек. Европейская подорожала на 52 копейки 63,26. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Телекоммерцбанке за 58 рублей 90 копеек. Продажа в Россельхозбанке за 59,8. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке «Югра» за 62,70 рубля по продаже также в Россельхозбанке за 62,89 рубля. Задолженность жителей республики по жилищным кредитам на 1 февраля 2017 года выросла более чем на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 118 миллиардов рублей. Данные приводят отделение Нацбанка по Башкортостану. В январе текущего года жители республики взяли в банках 1200 жилищных кредитов на сумму почти 2 миллиарда рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что же касается задолженности по ипотеке, то она выросла на 23% и составила 115 миллиардов рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Замыкают тройку Татарстан и Самарская область. Самая низкая задолженность в республике Марий-Эл. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.